Равноправие это конечно хорошо, но до тех пор пока оно не выходит за некоторые рамки. Борясь за равноправие, женщины подписали сами себе приговор. За последние несколько десятков лет женщины вошли в деловой мир, сменили юбку на строгий аутфит, стали зарабатывать хорошие деньги, почувствовали себя самодостаточными и способными управлять слабыми мужчинами. Однако женщины не заметили одну маленькую вещь. В них перестали видеть женщину, теперь в них видят кого угодно, но только не женщину. Она менеджер по продажам, учительница, официантка, тиктокерша, большой начальник на работе. И мужчины всячески подыгрывают современным женщинам, становясь для них сотрудниками, клиентами и вообще кем угодно, но только не мужчинами. Борьба женщин за равноправие в Америке и европейских странах привела к тому, что за флирт с незнакомой женщиной мужчины могут привлечь к уголовной ответственности. Сделал комплимент? Пошутил? Улыбнулся? Задержал взгляд на груди? Получай повестку. Плати штраф? Или садись в тюрьму? Взять, к примеру, случай Дианы Шурыгиной. Российской девочке подростка, которая ложно обвинила парня в изнасиловании, и его посадили в тюрьму. Или же случай со спортивным тренером, который просто сидел на диване рядом с девочкой, не трогал ее, не домогался, даже слова не сказал. По коридору ходили люди, гости, сотрудники. Девочка пожаловалась отцу, что он в тот момент занимался анонизмом. Началось разбирательство, суд. Есть ли доказательства? Никак нет. Но что в результате? 8 лет колонии и сломанная судьба женатого человека, у которого растет сын. Вы когда-нибудь смотрели на YouTube японские шоу? Если нет, то обязательно посмотрите. Почти все они связаны с темой секса, сексуального унижения или развлечения. Многие из них просто имитируют половой акт, а в некоторых этот акт совершается. Конечно, это выглядит забавно, когда японцу мастурбирует красивая девушка, а он в это время поет в караоке и не должен сбиваться с текста. А знаете, почему они всей страной смотрят эти шоу? Дело в том, что у японцев нет времени на личную жизнь. Они постоянно работают, соблюдая отношения друг к другу, как к коллегам. Они не обнимаются и не подпускают к себе близко даже друзей. И не дай бог тебе показать, что эта женщина тебе нравится. Ты должен держать свои эмоции при себе, полный контроль. Поэтому общество само себя лечит. Показывая по ТВ развлекательные, сексуальные шоу, а не интеллектуальные. Во время просмотра зрители могут хорошенько посмеяться, тем самым временно разрядить напряжение, в котором они все живут. Это такой способ терапии. Харассмент, или если по-русски домогательство, это продукт борьбы за равноправие. Чаще всего харассмент носит сексуальный характер. А причина его в том, что мужчинам запрещено проявлять свое природное отношение к женщинам. Если женщина недоступна для мужчины, то с точки зрения природы такая женщина бесполезна. В ней нет смысла, она ошибка. Что нужно, чтобы женщина стала ошибкой? В ней должны перестать видеть женщину. А вместо этого лишь ее социальную функцию. То есть учительницу, официантку, тиктокершу, большую начальницу на работе. Раньше я думал, что это со мной что-то не так. Ведь я всегда в первую очередь видел в женщине именно женщину. То есть сексуальный объект. Но современное общество всеми силами пыталось и до сих пор пытается навязать мне чувство вины за это. Навязать мне чувство вины за то, что я хочу заниматься сексом с красивыми и привлекательными девушками. И не стесняясь транслируем свои адекватные мужские намерения. Но современная повестка из всех щелей транслирует идею о том, что секс должен проходить по правилам женского мира. Мол сначала тебе нужно соблюсти целую череду ритуалов. Бегать за девушкой, ухаживать, добиваться. И потом, если звезды сойдутся и ты как следует выслужишься перед ней, то она возможно соизволит тебе прикоснуться к ее прелестям. Мне противно то, что навязывает общество и пытается продать за чистую монету. Я люблю женщин. Я очень сильно их люблю. Но мне не нравится, что социальная программа пытается сделать из меня слабого мужчину. Мужчину без воли, стремлений и амбиций. Мужчину, который будет лебезить и прогибаться перед женщинами. Хотя оно и неудивительно. Сильные мужчины это угроза для современного общества. За примерами далеко ходить не надо. Возьмем того же самого Эндрю Тейта. Как думаете, почему западная комьюнити так упорно пытается его отменить? Да потому что он представляет огромную угрозу для того уклада вещей, который сложился в западной культуре. Для западной культуры слабый мужчина это норма. Там давно произошла подмена понятий. Обычная здоровая маскулиность стала называться токсичной. И сделано это было для того, чтобы поставить мужчин в позицию слабака. В позицию нуждающегося. Но зачем вообще нужны слабые мужчины, спросите вы. И тут все до одури просто. Чем слабее мужчина и ментально, и физически, тем легче социуму им управлять и навязывать свою волю. Осмыслив и осознав все это, я понял, что неправильный не я. Неправильный весь этот мир. Именно поэтому я создал специальный дискорд сервер, на котором каждый сможет найти единомышленников и ребят со схожим майндсетом. А также сделать что-то хорошее со своей жизнью. Ссылку на дискорд сервер ты найдешь в описании к этому ролику. Залетай и прокачивай себя вместе с нами. Но возвращаясь к харассменту, давайте затронем еще более нелепую его сторону. Этот механизм работает и в обратную сторону. Мужчина может подать в суд за домогательство со стороны женщины. И тому тоже есть примеры. Вот что произошло с охранником известной певицы Марайи Кэрри. Марайя Кэрри попросила его прийти к ней в номер под предлогом помочь передвинуть багаж. А сама встретила его полуобнаженной в легком халате и начала намекать на секс. Мужчина не поддался на соблазнение и покинул комнату, оставив звезду одну. Ладно бы просто оставил, но он подал на нее в суд. Это наглядный пример того, как современное общество развращает мужчин в плохом смысле этого слова. И убивает в них все животное, что делает их самцами. В женщине в первую очередь нужно видеть женщину, а не ее роли, имидж и список звездных побед. И сделать это намного проще, чем ты думаешь. Достаточно уметь остроумно шутить, говорить комплименты и иногда флиртовать. Вот и все. Казалось бы, такие мелочи, но сегодня о них приходится говорить все чаще и чаще. Задай себе резонный вопрос. Неужели ты действительно должен вести себя формально с красивой официанткой, которая вот-вот принесет тебе сочный стейк? А ты, например, хочешь с ней пошутить, пофлиртовать, сделать ей комплимент. Просто по факту того, что она милая и красивая девушка. Однако не надо пытаться льстить, подыгрывать, приторно улыбаться или отрабатывать приемы из олдскульного пикапа. Большинство которых уже морально устарели и в принципе не работают. У тебя могут быть отработаны свои определенные фишки и рутины. Но все же стоит помнить, что ничто так не подкупает, как искренность и трансляция определенного уровня адекватной уязвимости. Когда ты приходишь в магазин, помни, что ты не только клиент, но в первую очередь мужчина. А кассир это женщина. Улыбнись ей. Скажи что-то, не имеющее отношения к ее работе. Скажи, что у нее красивый маникюр или улыбка. Пожелай ей хорошего дня и ничего не жди взамен. Пусть благодаря тебе она хотя бы на минуту улыбнется и почувствует себя женщиной. Возьми за правило, приходя куда-то, где есть женщины, всегда начинай вести с ними разговор. Пусть это будет какой-нибудь смолток. Неважно. Им будет приятно, что ты видишь в них не только функцию, но и живого человека. А другие мужчины, которые сидят молча и надута, как тюлени, всегда будут оставаться в проигрыше. Они будут смотреть на тебя, недоумевать и завидовать. Потому что они так не умеют. Не надо быть козлом. Заигрывай. Улыбайся. Шути. Флиртуй. Смеши женщину, даже если она начальник, партнер, официантка или кассир. Даже если она внешне тебе не очень нравится, найди в ней что-то достойное. Улыбку, манеру общения, тактичность, красивые руки, стиль в одежде, тональность голоса. Доброе отношение к животным, смех. Неважно, что это будет. Важно, чтобы она чувствовала, что ты видишь в ней прекрасное. Женщин нужно в первую очередь любить, а не понимать. И все мужчины такие, некоторые еще хуже.